Скажите, были ли кто-то помимо четырнадцати непорочных, непорочными мяцумами? Вопрос немножко неясный. Почему? Потому что о ком идет речь? О тех, кто были до посланника Аллаха или о тех, кто после? Если говорить о людях, которые были до посланника Аллаха туда, пророки и посланник Аллаха были непорочными. А если говорить о людях и о человечестве после посланника Аллаха, то нет. Непорочных после них нету, не было и не будет. После именно посланника Аллаха, кроме этих четырнадцати. Но при этом необходимо заметить и обратить внимание, пристальное внимание на то, что это еще не значит, что без грешных людей не было, нет и не будет. Потому что это разные вещи. Непорочность – это защищенность от греха, ошибок, забывчивости, от небрежности, от беспечности и так далее. Это защищенность от этого, от грехов, от забывчивости, от беспечности, от халатности и так далее. Это защищенность. Но есть люди, которые не являются непорочными, но при этом не совершают грехов, являются безгрешными. То есть, в том смысле, что у них нету грехов, они не грешат. Помимо четырнадцати непорочных были такие люди, да, люди, которые не грешили. И отличие между ними, как во многих преданиях сказано, и у нас имеется небольшая статья, небольшой материал на сайте ответ.доводы.ру. Можете там более подробно ознакомиться. Разница между непорочным и этими людьми заключается в обладании Духа Святости или необладании, и необладании этим Духом. Ибо непорочные, они обладают особым Духом, которое в преданиях и в Коране названо Духом Святости, Руха-Ль-Кудус. И этот Рух, он является особенностью именно этих четырнадцати непорочных. А вот эти люди, которые не грешили или не грешат, или не будут грешить, они этим Духом не обладают. То есть непорочности не обладают, но при этом грехов тоже не совершают.